Добрый день, господа! Как вы знаете, меня зовут Илья, и на нашем канале для взрослых людей мы снимаем рассказы про автомобили. Знаете, существует такая синтенция, что вот купить китайскую машину, это все равно, что переспать с резиновой женщиной. То есть, проще говоря, вроде как денег отдал, а удовольствия никакого. Но мне 40, и я только что купил себе вот этот вот чудеснейший Havao H5, о котором мы сегодня с вами и будем разговаривать. Поехали, парни! Ну а пока все хейтеры нашего канала страстные, сводострастные пишут комменты на тему того, как я сдулся и после чудеснейшего Havao H4 взял себе китайца, я спокойно расскажу всем оставшимся, что это такое и для чего это я вообще купил. Ну, ребят, на самом деле все очень просто. Эта машина была куплена с одной целью. Ради теста, если вам угодно, либо эксперимента. Я уж не знаю, как это будет звучать благозвучнее. Проще говоря, я посмотрел ряд обзоров на ютубе, где мои юные коллеги берут как лошадь приживальского длинными губами сахар с дилерской руки. И у меня сложилось впечатление, что это не чуть ли лучшая сделка в мире. И знаете, друзья, я хочу это проверить. Эта машина была куплена только ради съемок. Как только они окончатся, она поступит в продажу с теми улучшениями, которые мы сочтем необходимыми. И она будет продаваться дешевле, чем стоила новая. Ну, а давайте теперь попробуем разобраться, что же все-таки я купил за 1 миллион 249 тысяч рублей. Строго говоря, у меня сложилось впечатление, что китайцы считают нас индейцами. Потому что эта машина, она настолько древняя, что я застал ее еще молодым. Эта тачка изначально называлась Исудзо. Потом лицензию купили китайцы, ее переделали. Выпускалась она под названием Ховер. Ну, была Ховером H5, Ховером H3. По большому счету, это была одна и та же модель. Основным плюсом которой было то, что она на раме. Честно говоря, я не хочу сравнивать вот эту вот китайскую поделку с иномарками. Для того, чтобы ваше восприятие было правильным, мы будем сравнивать ее только с отечественными автомобилями. В одном ценовом диапазоне с которыми она, в общем-то, и находится. Многие из вас с тоской говорят, если бы сейчас выпускался 80-й Крузак, я бы купил его новым. Многие просят 100-й Крузак. Ну, знаете, вот китайцы взяли и реализовали, блин, мечту таких людей. То есть, они взяли древнюю Исузу и выпускают ее в 2020 году. За миллион двести пятьдесят. Если вы думаете, что это предел, я, как говорят в Одессе, таки скажу вам, что это не предел. Потому что есть еще одна комплектация премиум. В этой комплектации мощность двигателя 150 лошадиных сил. В той 177. И вы не поверите, они отличаются только этим параметром. Все остальное одинаковое. Ну, то есть, проще говоря, если вы купите эту комплектацию и отдадите от трех до восемнадцати тысяч рублей за чип-тюнинг, вы получите 177 лошадей, а налоги будете платить за 150. Это ровно то, что собираюсь сделать я. В первую очередь, конечно. Почему я так негативно отозвался о своих собратьях по обзорному цеху? Назовем этих, блин, людей так. Ну, знаете, у них все гладенько. То есть, их машины, они выдаются представительством. Они все вылизаны, ровненькие. Ну, по факту, к сожалению, иногда это выглядит вот так. Ну, когда ты покупаешь за свои деньги. Или, например, если мы будем подходить вот сюда. И вот я вот встану и сделаю вот такое движение рукой. Вы увидите, что зазоры бампера и капота, ну, тоже не очень удались повару. Ну, а если вы посмотрите вот сюда, вот на всю вот эту вот красоту, то вы поймете, что уплотнители тоже стоят криво. Именно по этой простой причине я и не хочу сравнивать эту машину с иномарками. Она близка моему сердцу. Я тот человек, который УАЗа вот в душе. Это, блин, первая моя машина, которую я забираю из салона, и в ней нет ковров. Это не потому, что я жвоб, не потому, что у меня там китайский вирус захлестнул. Просто, знаете, вот в Москве сейчас на эту тачку невозможно купить ковры. Продавцы говорят, что от ховеров они не подходят. Очень сложно добыть на нее дефлекторы. Очень сложно добыть на нее передний бампер, фару. Потому что на данный момент, как мы начали узнавать запчастей, вот на весь этот рестайлинговый момент, завод еще не произвел. И дилерам не отгрузил. И покупая эту тачку, это тоже надо учитывать. Если вы присмотритесь, то на том, что я купил, передний бампер немножко отличается по цвету. То есть я не знаю, передаст это камера или не передаст. Ну, помимо того, что это криво стоит, он еще немножко другого цвета. То есть на заводе его покрасили так малость не в тон. И вы знаете, ребята, глядя вот на эту машину, становится понятно, что истории про лакшери не получится. Но я очень надеюсь, что получится история про бюджетный внедорожник. Но он реально бюджетный, потому что эта тачка стоит примерно на миллион рублей дешевле, чем стоит квадроцикл от BRP. Когда автозавод Хавал объявил о том, что они опять возрождают мертвеца и начинают выпускать, собственно, H3, H5, Hover, а в принципе эта машина ближе к третьему, потому что у нее турбомотор двухлитровый, я решил разобраться с ситуацией. Все дело в том, что я когда-то снимал обзор про похожую машину. Она была отвратительная, она была вся сгнившая, она была убитая, но тем не менее вы, зрители, напихали мне кучу как бы дизлайков, комментов. То есть это единственный ролик на канале, где 50% дизлайков. Из чего я сделал вывод, что, в общем-то, как бы вот, есть любители вот этого фетиша. Я решил купить такую тачку и разобраться, может быть, где-то я был неправ, а может быть и прав. И здесь, когда вот Hover сказал, что опять это все можно купить переработанное новое, я тут же решил купить. И столкнулся с тем, что, имея деньги, сделать этого я не могу. Рекламная кампания по продаже этих тачек стартовала где-то в апреле этого года. Я пошел к дилеру, и мне сказали, что машин нет. Пошел к другому дилеру, сказали, что их тоже нет, и что они будут в середине лета, ну или, блин, осенью. Как бы то ни было, я оставил предзаказ в Автомире, отдал 5000 рублей и стал ждать. Прождав три недели, я начал искать более адекватных людей. И нашел их. То есть тот дилер, единственный в Москве, который смог предоставить мне эту машину, чтобы я ее купил, называется Автолайт. Это совершенно дикая банда, то есть они находятся в районе шоссе энтузиастов. Вот, это люди, которые реально увлечены своим делом. Они продают джипы, китайцев и еще много всего. То есть, проще говоря, эти парни очень похожи на коллектив клубного сервиса. И они добыли то, чего в природе нет. И продали мне эту машину. И мы договорились с этими чудесными парнями, что, в общем-то, я отдаю им деньги, а они мне машину. Не более. Я ничем им не обязан. Ну, поэтому я расскажу, куда эта машина приехала через 20 километров, а именно столько отделяют наш сервис от их дилерского центра. Эта машина сразу, парни, оказалась на подъемнике, потому что я услышал те звуки, которые в новой машине не китайского производства услышать нельзя. И эта проблема будет знакома большинству ховера вводов. Я услышал, как на этой машине работает первичный вал коробки. Никитос, скажи мне, а вот это нормально? Так как мы автосервис, у нас был УАЗ, мы его, кстати, продали, я, ребята, скажу вам, нас это не напугало. Мы быстренько прокачали сцепление, жизнь наладилась, все стало тихо, и мы поняли, что, в общем-то, мы не будем с этой тачкой скучать по УАЗу. День в целом был вообще неудачный. То есть тот день, когда я купил себе этого китайца, в Москве произошел потоп. Ударил град, то есть я вообще понял, что я сильно рискую, шутя так с высшими силами, друзья. Ну, а после того, как все успокоилось, мы поехали ставить эту тачку на учет. И там мы вообще попали в непонятное. Такое бывает, как говорит Жириновский, только в России. Что произошло? В электронном ПТС этой тачке есть номер рамы, это нормально для рамной машины, и есть номер кузова. Он прям вписан в электронный ПТС. Но вот беда. В самом этом автомобиле, на кузове, номер нигде не выбит. Он есть только в виде шильдика на приборной панели. И, естественно, эксперт, который работает в Бутовском ГАИ, уперся. Потому что по любому закону, если вписан номер кузова, он должен быть выбит. На русском заводе этого, конечно, не сделали. Мы весело и увлекательно провели в ГАИ 5 часов. 5 часов мы ставили на учет, блин, новую машину в московском ГАИ со всеми документами. Нам потребовалось отправить запрос дилеру. Дилер отправил запрос представительства. По WhatsApp там что-то как-то косо-криво все это отправили. И, наконец, мое лакшери стало моим. Я, блин, получил номера. Люди не глупые, я думаю, из моего обзора поняли две вещи. Это практически вечный автомобиль, на котором можно кроить по налогам. Ну, потому что, купив машину на 150 лошадей, ты будешь ездить на 177, сильная версия. А если у тебя сгниет этот чудеснейший кузов, то ты просто выкинешь его, поставишь аналогичный, а шильдик у тебя останется на торпеде. Вот это, блин, учитывая низкую коррозионную устойчивость старых ховеров, а ссылочку на тот преснопамятный ролик я оставлю в описании, мне очень и очень понравилось. Чем мы планируем заняться в следующей серии? И, ну, ровно тем, ради чего я купил эту машину. Мы ее почти полностью разберем. Мы поднимем кузов, посмотрим, как там с антикором, как там с усилителями, как там с шумоизоляцией, как выглядит рама с агрегатами, соответственно, нового образца, как все это устроено, и попробуем ответить на главный вопрос, хорошо ли собрана эта машина или нет. И если вам интересно все это, я рекомендую прямо сейчас подписаться на наш канал и нажать колокольчик. Потому что, если бы я хотел купить такую машину, я бы очень желал посмотреть такое видео. Ну, а на этом наша сегодняшняя история подошла к концу. С вами, как обычно, был я, Илья, был коллектив клубного сервиса. И вот этот вот, возможно, чудесный, а, возможно, и нет, китаец. Посмотрим, что будет дальше. Пока, парни! Субтитры сделал DimaTorzok